Все мы прекрасно знаем дуополию практически всех пользователей компьютеров. Слева Windows, справа Linux. Ну а те, у кого денег побольше, летают на самолётах бизнес-класса и используют macOS. Среди популярных в ограниченных кругах систем, которые также независимы, можно вспомнить ReactOS, о котором у меня уже выходило видео в феврале. Но знали ли вы про SkyOS? Давайте расскажу о ней вкратце, а затем мы пройдёмся по ней и поторогаем систему прошлого, у которой были огромные перспективы. SkyOS это такая же 32-битная система, разработка которой началась в далёком 1996 году. Поначалу это была система с открытым исходным кодом, что могло помочь другим начинающим разработкам с другими проектами, а также чтобы тщательно анализировать саму систему. В 1997 году выходит первый релиз. Так, с обновлениями были разные нововведения и новые функции, которые, к большому сожалению, в хронологичном порядке нигде не задокументированы. С выходом третьей версии, глава проекта Роберт Шеллини заявил, что система была полностью переписана с нуля. А с началом разработки SkyOS V5, проект стал мало того, что с закрытым исходным кодом, так ещё и коммерческим. Для установки бета-версии SkyOS V5 нужно было заплатить 30 долларов. Но желающих это не останавливало. Многие рвались помочь проекту, ведь разрабатывал его один человек. Не команда, не энтузиасты, а один лишь Роберт Шеллини. Но систему ждал очень грустный конец. В августе 2008 года выходит последняя бета-сборка 6947. А спустя полгода, 30 января 2009 года, было объявлено, что разработка SkyOS полностью прекращена, и никаких планов на возобновление не будет. Причиной прекращения разработки системы стал очень резкий технологический скачок железа в 2009 году. Разработчик заявил, что догнать и подтянуть разработку драйверов под новое оборудование стало намного сложнее, чем раньше. И огромную роль сыграла проблема с процессором. До 2008 годов, в основном, все домашние процессоры были одноядерные и однопоточные. Но из-за того, что они стали прогрессивнее, разработка многоядерности это большая проблема для как раз-таки единственного человека. Также он добавил, что дизайн системы тоже должен быть красивым и со всякими 3D-ускорениями, иначе система будет считаться устаревшей. Роберт представил 4 варианта развития событий. Первый, сделать SkyOS снова проектом с открытым исходным кодом. Второй, сделать SkyOS доступным бесплатно. Третий, как написано в оригинале, специализироваться на пока еще не определенной теме. И последний, прекратить разработку SkyOS, что в итоге произошло вдобавку ко второму варианту. Также одна из причин прекращения разработки, это рождение ребенка. Автор рассказывал, что мог тратить по нескольку часов в день на протяжении нескольких лет, чтобы разрабатывать систему. Но после рождения ребенка, по понятным причинам, это стало просто-напросто невозможно. И это очень сильно ухудшило ситуацию с продвижением разработки. Последние слова, которые давали надежду на возможное возобновление поддержки системы. Извините, если я вас разочаровал. Я думаю, вы хотите, чтобы я был честен в текущей ситуации. В любом случае, я сделаю все возможное, чтобы найти наилучшее решение для SkyOS и ее будущего. В результате поисков напарников по разработке, он сказал, что на протяжении нескольких недель он читал электронную почту. И абсолютно все недооценивали объем работы, который нужен для разработки системы. И последним его сообщением было, в любом случае, я все еще читаю свой почтовый ящик в надежде связаться с людьми с реальными мотивами и знаниями, способными вывести SkyOS на новый уровень. Четыре года система оставалась в тени, ведь разработка была прекращена. Но в августе 2013 года она стала доступна всем пользователям бесплатно, без каких-либо нововведений и обновлений. Просто для развлекательных и ознакомительных целей. До 2017 сайт функционировал в штатном режиме. Но в 2018 хостинг был прекращен. А в 2019 он был передан какому-то другому SkyOS, который рекламировал создание легких и простых веб-сайтов. В 2022 же сайт прекратил свою работу окончательно. Если сейчас перейти на него, будет ошибка 522, что обозначает невозможность подключиться к серверу по причине его отключения. Что ж, в целом всю историю системы я рассказал. Теперь пора попробовать ее самому. Запустить ее оказалось действительно тяжелым испытанием на процессоре 2022 года и не имея старого устройства. Через VMware у меня неадекватно работала мышь и не определялись диски. Эмулировать старое железо тоже не помогло. Машина просто перезагружалась на этапе загрузки образа. И у меня все-таки спустя час получилось это сделать с помощью старой версии VirtualBox. В самом начале нас встречает окно регистрации и ввода ключа продукта. Даже на паблик бете нужно было указывать ключ продукта. Дальше идет не особо понятный момент. Нас просят ввести имя учетной записи и пароль. И я сначала не понял, что мне нужно сделать, но потом я догадался нажать на аватарку и у меня ввелся логин администратора. После входа в систему нас встречает окно, которое поможет нам ориентироваться по системе. Для начала это объяснение, что такое Skyless Live CD, а затем программа, которая дает разные подсказки. В приветственном окне нам рассказывают, что благодаря продвинутой файловой системе BranchFS мы имеем возможность вносить изменения в эту временную систему. Писать документы и даже устанавливать программы. А после перезапуска все сбросится. В самом конце нам рассказывают про вещи, которые могут нас привлечь. И меня удивила система жестов. Но по нажатию на ссылку меня перекидывает на какое-то незаконченное окно с надписью «Тест». И я сразу же решил пройтись по настройкам. В первой вкладке о программе у нас отображается состав людей, которые как-либо вносил вклад в проект. И большинство людей помогало с разработкой или портированием софта. На второй вкладке у нас диспетчер устройств. На третьей вкладке у нас настройки дисплея, в которой я решил поменять разрешение, попробовать всякую разную глубину цвета. И в результате у меня получилось вот это. Ну и самое интересное – жесты. Для жестов нужно использовать среднюю кнопку мыши. И в операционной системе есть 6 заготовленных жестов. Если смахнуть слева направо, то свернутся все программы. А если еще раз, то они все развернутся. Прям как комбинация клавиш Windows плюс D. А вот если протянуть слева направо, а потом вниз, можно открыть блокнот. Сделав вот такую сложную букву «Т», можно открыть диспетчер задач. И на скорую руку такой жест нереально сделать. Но сама фича действительно прикольная. Свернуть и развернуть окно можно смахнув по вертикали. Дальше тут присутствуют сервисы, которые можно включать и выключать. Ну и под конец – темы, которые заработали только после установки. И что меня удивило, автор собирался добавить поддержку вообще всех языков мира. Тут есть и белорусский, и русский, и украинский, даже какой-то зул. Правда, есть нюанс – это все ни на что не влияет. Я выбрал русский язык, и у меня система вместе с программами в дальнейшем были все равно на английском. Дальше у нас идет лицензионное соглашение, а потом самое странное – настройка диска. В котором изначально отображаются зачем-то разделы, которые уже имеются. Но при учете того, что дальше нам диск-менеджер пишет, что работать с существующими разделами вообще не рекомендуется, потому что программа может их просто случайно удалить, решение выглядит довольно странно. Кое-как я создал раздел, а затем он меня попросил перезагрузиться. После перезагрузки я спокойно выбрал этот раздел, а дальше нам предлагают выбрать компоненты установки. И по умолчанию стоят галочки везде, что меня как раз и устроило. Установка компонентов, кстати, была довольно долгая. После всех процедур SkyOS автоматически создает загрузчик, ну и установка заканчивается. И мы, наконец, попадаем в экран входа в систему. У нас есть учетка админ, и тест, который ничем в итоге не отличается. Вот нас как раз встречает программа, которая дает разные советы, и она нам предлагает зайти в магазин приложений. И магазин оказался бесполезным, потому что у меня абсолютно все его содержимое предлагалось еще на этапе установки. И, соответственно, уже установлено. Настройки остались абсолютно теми же, жесты тоже, но зато заработали темы. Точнее, она тут одна. И она практически повторяет внешний вид Windows XP. В SkyOS, я бы сказал, очень много предустановленных программ, и очень много интересных игр. Тут есть какой-то IDE-редактор. Куча разных анимаций для тестирования, возможно, видеокарт, процессора и прочей прорисовки графики. А вот анимация под названием «Ландшафт» очень даже залипательная. Перейдем к играм. Тут есть игра с какими-то войнушками и самолетиками, в которые я не разобрался, как играть. А потом у меня что-то крашнулось. Дальше идет игра под названием «Шахматы яйцами». Затем «Бильярд». Кстати, очень прикольно, но без драйверов было довольно проблематично играть. Конечно же, тут присутствует сапер, который даже учил людей без драйверов, и при проигрыше пишет «БУМ». А дальше игра наподобие баблшутера, в которую я, кстати, очень залип. Поначалу я тупил, потому что стрелочками очень неудобно играть, но случайно выяснилось, что можно двигать мышкой по горизонтали. Дальше в папке идет пара анимаций, которые тоже залипательные, но у меня нет звука, поэтому лор происходящего мы не поймем. После них идет игра со спичками, в которой нужно сделать так, чтобы последнюю спичку забрали не вы, а оппонент в виде искусственного интеллекта. Тоже очень интересный таймкиллер, но победить у меня ни разу не получилось. Ну и куда же без тетриса и крестиков-ноликов. Напоследок, здесь есть игра, в котором очень много кнопочек, и скорее всего тут нужно строить города, либо фермы. Тут также есть Blender 3D, пиксельный редактор изображений, и что меня очень удивило, у SkyOS был свой email-клиент, в котором можно было отправлять и даже получать письма по электронной почте. Даже присутствует программа удаленного доступа, в которой во программе выделена целая строчка с текстом «Спасибо, Томас Ширли за прекрасную иконку». Это так мило. Также тут есть какой-то супер-серьезный веб-сайт-менеджер, веб-браузер Links, в котором ты вводишь адрес сайта и получаешь его в сугубо текстовом формате. И самое крутое, полностью интегрированный и рабочий им издела Firefox 2, который был выпущен в 2007 году. Тут есть такой прикольчик, что каждый раз при самой первой прорисовке окна просто ничего не отображается. И, к сожалению, протестировать браузер я не смогу, потому что здесь почти нет драйверов. А ещё тут есть приложения и люди, в котором можно добавлять контакты, но не особо понятно, где их доставать и где их использовать. Ещё один магазин приложений, калькулятор и блокнот, в котором, кстати, присутствуют вкладки, а увеличение шрифта, к большому сожалению, не работает. Здесь и встроенный архиватор, просмотрщик шрифтов, редактор дисков, проигрыватель аудио и видео, диспетчер задач и даже программа для записи образа на CD-диск. А ещё здесь присутствует редактор реестра, который досконально похож на редактор реестра из Windows, и в котором нельзя менять параметры, создавать параметры и вообще ничего делать в нём нельзя. Здесь есть образцовое видео, которое можно найти по стандарту. В Windows 7 это бегущие лошадки, а в SkyOS это грузовик, который едет в стену, переворачивается, а потом начинает гореть. И, что самое грустное, здесь есть целая медиабиблиотека, которая осталась всего лишь нерабочим концептом, без какого-либо функционала. Как мы можем понять, SkyOS это огромный далёкий путь, который совершил один человек, который получал поддержку от людей и имел достаточно большое и преданное сообщество. Но, к большому сожалению, ряд причин в виде огромного скачка технологий и семейные обстоятельства стали помехой разработки. Нанять команду разработки, объяснить человеку что да как и тем более поладить с ним, чтобы в один момент не разочароваться, это очень сложный и нервотрёпный процесс, на который разработчик системы решил не идти. Теперь нам остаётся только гадать, какой могла бы быть система SkyOS в 2024 году. Если бы у неё была целая команда энтузиастов с желанием выбиться в люди, с желанием разработать полноценную десктопную систему, которая была бы пригодна для использования, и которая являлась бы ещё одним элементом спора, какая система лучше. Но обстоятельства сложились так, что SkyOS не застала даже Windows 7, а последняя версия вышла 16 лет назад. Давайте пообсуждаем в комментариях, какое интересное могло быть будущее у этой системы. Я все комментарии читаю, лайкаю и на большинство отвечаю. Если этот ролик наберёт хотя бы 2000 лайков, я попробую найти ещё такие системы и сделать про них отдельный ролик. А в связи с блокировкой YouTube в России, очень прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. А на этом у меня всё, если вам понравился ролик, можете поставить лайк и подписаться на канал. В такие тяжёлые времена для YouTube среди русскоязычного сегмента мне будет очень приятно. Желаю всем удачи и до скорой встречи.